Компания Стал представляет учебный фильм о установке двери на примере модели Стал 70. Фильм предназначен для внутреннего пользования. При установке двери используются следующие инструменты и материалы. Перфоратор и шлифмашина, бур, кувалда, молоток, перчатки, грунт, бетоноконтакт, бетонная сухая смесь и другие строительные инструменты и материалы. Первый этап установки – демонтаж старого дверного полотна. Перед началом работы пол и другие поверхности помещения укрываются защитным материалом для того, чтобы избежать повреждений. Второй этап установки – подготовка проема. Производится разметка. Затем дверной проем расширяется с помощью высверливания отверстий перфоратором и выбивания частей стены кувалдой. При использовании электроинструментов работа обязательно проводится в перчатках и защитных очках. Для финального расширения проема применяется перфоратор с насадкой. Этап подготовки дверного проема заканчивается уборкой системы. Третий этап установки – монтаж дверной коробки и полотна двери. Данный этап начинается с примерки коробки в подготовленный проем. Перед заполнением раствором коробка оклеивается малярным скотчем. Дверную коробку необходимо заполнить раствором. Для подготовки раствора необходимое количество сухой смеси разводится водой и размешивается с помощью строительного миксера. В раствор порционно добавляется алебаста. Весь объем коробки заполняется раствором вручную. Дверную коробку заполняется раствором вручную. Дверная коробка устанавливается в проем и выравнивается по уровню. Фиксация коробки в проеме производится с помощью клиньев. Для крепления коробки подготавливаются монтажные штыри. Один их край обтачивается, второй отбивается до образования небольшой шляпки. Петлевая часть коробки фиксируется на штыри. Работа проводится с периодической проверкой правильности установки по уровню в двух плоскостях. После закрепления петлевой стороны дверной коробки с помощью штырей проводится пробная навеска дверного полотна. Крепление коробки с замковой стороны начинается с забивки верхнего монтажного штыря. После проверки притвора замковая часть коробки окончательно фиксируется нижним и средним штырями. После установки коробки остается монтажный зазор 15-30 миллиметров с каждой стороны. Раствор замешивается повторно. Затем зазор заполняется раствором. Заполнение производится снизу вверх, плотно и на всю глубину зазора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Этап установки дверной коробки заканчивается очисткой коробки, аккуратным снятием остатков раствора и малярного скотча. Для облагораживания проема с внешней стороны могут быть установлены наличники. Редактор субтитров А.Семкин В петли закладывается смазка и на петли надеваются подшипники. Полотно навешивается на петли и тщательно очищается от строительной пыли. На полотно и дверную коробку ровно наклеивается уплотнитель. Полотно установлено. Производится проверка полотна на неподвижность в состоянии открывания на уровне 45 и 90 градусов. Проверяется работа замков и цилиндров. Для этого в присутствии заказчика вскрывается пакет с комплектом ключей. В завершении установки двери регулируется ответная часть замков с помощью специального инструмента. Процесс установки завершен. Дверь установлена. С помощью зажигалки проверяется качество работы уплотнителя. После окончания работ место монтажа убирается, выносится весь мусор и старая дверь. Компания Стал предоставляет комплексную гарантию до 10 лет на дверь, замковые механизмы и отделку.